Еще раз, как и в прошлый раз, мы начнем читать с 9 стиха книга «Второзаконие», 32 глава. Начнем читать с 9 текста. «Ибо часть Господа народ его, Иаков наследственный удел его. Он нашел ее у пустыни, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока. Как орел вызывает гнездо, носится над птенцами, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил его произведениями полей, питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Вот второе полустишье, 13 стиха. Он питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Мед из камня, елей из гранитной скалы. Мы говорим о благодати, о благодати Божьей, которую мы можем открыть для себя в самых неподходящих для этого местах. Благодать Божья, которую мы можем открыть для себя, для своей жизни, для своих семей, для своего служения, для тех, кто в бизнесе, для своего бизнеса, в самых неподходящих для того местах. Вот с чему мы начали в прошлый раз, и вот с чем я бы хотел повториться. Соломон говорит в третьей главе книги «Экклезиаста» «Всему свое время». И действительно, иногда мы встречаем сложные времена. Действительно, мы встречаем иногда тяжелые времена. И нужна благодать для того, чтобы пройти тяжелый сезон. Нужна благодать от Бога для того, чтобы пройти сложный сезон. Кстати, я сторонник утверждать, что благодати Божьей для того, чтобы пройти хорошее время, надо в другой раз намного больше, чем для того, чтобы пройти сложное время. Потому что, когда все складывается, когда попутный ветер в парусах, когда дети служат Богу, когда все счета уплощены, и как-то со здоровьем все складывается, очень легко переоценить себя. Очень легко переоценить себя. Поэтому Бог неоднократно предупреждает, когда у тебя всего будет много, когда у тебя все будет получаться, когда у тебя все будет складываться как нельзя лучше, смотри, не забудь. Люди уходят от Бога и в тяжелые времена. Но больше людей уходят от Бога именно в хорошие времена. Поэтому для хороших сезонов, для хорошего времени нам надо от Бога особенная благодать. Но на этой серии проповедей мы говорим о том, что время от времени мы встречаем действительно сложные сезоны. И когда мы встречаем сложные сезоны, есть два варианта. Либо нам стать лучше, либо нам стать людьми, наполненными полынью. Сердце наполнено полынью, уста наполнены горечью. Очень часто тяжелые времена сламывают людей. Очень часто сложные сезоны меняют людей не к лучшему. Очень часто сложные сезоны меняют людей именно к худшему. Но я здесь сегодня, чтобы провозгласить, из своего камня может потечь мед. из твоей гранитной скалы может пробиться елей. В результате тяжелого времени, в результате сложного сезона мы не должны стать наполненными горечью. Мы должны и можем стать в благодати Божией людьми, которые наполнены Его благостью и свежестью Его присутствия. И, собственно, на это мы с вами делаем ударение. Это благословение. Это огромнейшее благословение открыть для себя благодать в сложном сезоне. Открыть для себя благодать в тяжелые времена. Это действительно благословение увидеть, как твоя скала, гранитная скала, источает елей. Это действительно благословение увидеть, как твой камень источает мед. Но это благословение, как и все остальные благословения, условно. В силу этого посмотрим очень пристально на 13 стих еще раз. Второзаконие 32, 13. Он вознес его на высоту земли. И там, на высоте земли, мед начинает капать, мед начинает вытекать из камня, елей начинает вытекать из гранитной скалы. Поэтому мы не столько должны заботиться о том, будет ли у Бога достаточно благодати для меня. Я гарантирую вам авторитетом Священного Писания благодати будет даже более, чем достаточно. Мы должны быть озадачены тем, чтобы попасть на высоту. Потому что, как только наши ноги поднимутся на высоту, из камня потечет мед, из гранитной скалы будет вытекать елей. Вы здесь или нет? И на прошлом собрании, в частности, мы говорили с вами о том, что первое условие для того, чтобы подняться на высоту, это чистота сердца. Первое условие для того, чтобы подняться на высоты, это чистота сердца. Высоты не для всех. Высоты для людей с чистым сердцем. Помните песню мы когда-то пели? Мы взойдем на высоты. И я сегодня приглашаю вас на высоты, потому что на твоей высоте, на моей высоте, на нашей высоте из камня течет мед, из гранитной скалы течет елей. Кто-нибудь закричи, Аллилуйя! Итак, высота это удел далеко не всех. Высота это удел людей чистых сердцем. Христос однажды сказал, блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Если вы пропустили прошлое служение, если вы впервые слышите это послание, наша ссылка была на книгу пророка Исаии на 33 главу. Кто может обитать при огне пожирающем? Кто может обитать при страшном пламени, пророк спрашивает? Тот, у кого руки чистые, тот, который ходит прямо, тот, который помышляет чисто, тот будет обитать на высотах, его убежище неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него никогда не иссякнет, и пророк заканчивает, глаза твои увидят царя в красоте его. Чистое сердцем Бога увидят, чистое сердцем поднимутся на свою высоту, и там на высоте из камня потечет мед, там на высоте из гранитной скалы потечет елей. О Иосифе мы вели разговор почти, целое собрание. Что было его программой? Программа его подростковых лет. Программа его подростковых лет была чистота. Я никогда раньше не понимал стиха Писания, который утверждал, что Иосиф доносил худые слухи о братьях своих отцу. Стукачом, что ли, устроился? Нет, он поборал за то, чтобы во взаимоотношениях чистота была. Он поборал за то, чтобы поступки были правильными. Он поборал за то, чтобы мотивы были правильными. Он поборал за то, чтобы слова в общении братьев и с братьями были правильными. Чистота была программой дня. Когда его продали в рабство, чистота была программой дня. Когда он был в доме Патифара, чистота была повесткой дня. Когда он оказался в темнице, чистота была повесткой дня. Когда он оказался в доме фараона, чистота сердца была повесткой дня. И чистых сердцем Бог переводит от славы в славу. Чистых сердцем Бог переводит от благословения в благословение. Где это слыхано? Чтобы человек, который разговаривает с акцентом, чтобы человек, который не получил надлежащего образования, чтобы человек, который вчера был в тюрьме, далеко не по самой лучшей статье, сегодня стоит перед фараоном и говорит, царь, есть программа у Бога, чтобы спасти землю и есть программа у Бога, чтобы спасти весь мир. Только Бог может это сделать с человеком, который поставил на повестку дня чистоту сердца. Вы здесь или нет? Позвольте мне благословить вас этим стихом из 22 главы книги «Притч». Книга «Притч», 22 глава, 11 текст. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тяжелые времена, сложные сезоны не сломили Иосифа. Даже пройдя через это горнило страданий, его уста наполнены нет ни горечью, его сердце наполнено нет ни полынью, его уста наполнены благодатью. Его сердце наполнено любовью к братьям, которые продали его, которые так сильно хотели опустить его. Поэтому, если вы конспектируете, можете записать, высота – это удел не всех. Высота – это удел людей, чистых сердцем. Высота – это удел людей, чистых сердцем. Номер два – высота в духе предусматривает плод духа. Аксиома, по-другому не назову. Высота в духе предусматривает плод в духе. Не только чистота сердца, но и плод, что свидетельствует о нашей близости, о нашей интимности с третьей личностью Божества. И вот сейчас еще раз перечитываем Аввакума, третью главу, начиная с шестнадцатого стиха. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной». Как это можно назвать одним словом? «Пророк, кстати, говорит, день бедствия. Я не знаю, сколько из нас были там, где оказался Аввакум. Вострепетала внутренность. Не от радости, а от вести. Я услышал, и то, что я услышал, взволновало меня. Моя внутренность вострепетала. При вести об этом задрожали мои губы. Боль проникла в мои кости, и место, на котором я стою, начинает колебаться подо мною». День бедствия. «Но я должен быть спокоен, когда придет грабитель на народ мой». Семнадцатый стих. Если вы думали, что в шестнадцатом плохо, посмотрите, что в семнадцатом происходит. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». Посмотрите на меня. Три шестнадцать. Плохо. Место колеблется. Боль проникла в кости. Кстати, в шестнадцатом стихе все не закончилось. В шестнадцатом стихе только все началось. Ну, сколько может колебаться земля? Поколебалась и перестала. Сколько могут кости болеть? Ну, поболели немножко и перестали. Сколько могут губы трястись? Ну, потряслись немножко и перестали. Шестнадцатый стих говорит о периоде сравнительно непродолжительном. Я услышал, внутренность вострепетала. Я услышал, губы мои. Я услышал, кости мои. Я услышал, место подо мною начинает трястись. А потом в семнадцатом стихе он ожидает, что все поменяется к лучшему. Но, увы, Нива – плода нету. Маслина – плода нету. Виноградница – виноградник – плода нету. Идет к скоту. Никакой прибыли. Из плохого состояния в шестнадцатом еще к худшему состоянию в семнадцатом стихе. Посмотрите на восемнадцатый. Но! Но! И тогда! Но и тогда, когда я в Аввакума 3.16. Но тогда, когда я в Аввакума 3.17. И тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Но можно я немножечко посамовольничаю? Простите мне такой грех. Можете не открывать, гарантирую, так написано. Посмотрите на меня. Галатам. Плод духа. Любовь, радость, мир, благодепение, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера. Плод один манифестирует себя девятью разными путями. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Поэтому я даю вам разрешение в восемнадцатом стихе поставить любое слово из Галатам 5.22 и 23. Хотя бы не расцвела смоковница, но и тогда я принимаю решение любить. Хотя бы не расцвела смоковница, но и тогда я буду ходить в мире. Хотя бы не расцвела смоковница, но и тогда я буду дисциплинировать себя. Буду наполнен кротостью. Буду наполнен, другими словами, не имеет значения, что окружает меня, я буду ходить в близости Духа Святого, потому что близость с Духом Святым я смогу принести плод Духа. А когда я принесу плод Духа, я взойду на мою высоту, и там на высоте из камня польется мед, там на высоте из гранитной скалы польется елей. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, и не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, и тогда я буду демонстрировать плод Духа. В каком бы лице он не заявил о себе в понедельник, в вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу или в воскресенье? Надо радоваться, принимая решение радоваться. Надо любить, принимая решение любить. Надо ходить в мире, который превосходит всякое разумение, принимая решение, ходить в мире, который превышает абсолютно всякое разумение. У меня, для меня, у вас, для вас на повестке дня вопрос близости с Духом Святым, даже в самое тяжелое, сложное время, потому что близость с Ним наделяет меня силой принести плод Духа. А когда я принес, когда вы принесли, когда мы принесли с вами плод Духа, мы поднимаемся на нашу высоту, и там на нашей высоте из камня вытекает мед, там на нашей высоте из гранитной скалы начинает пробиваться источник елея. В конце концов, книга Руфь, а Руфь, я как-то увлекся этой книгой до такой меры, что забыла Руфь, Найминь стала главным героем почему-то. Но главный герой в книге Руфь, Руфь, и она, кстати, настрадалась не меньше, чем Найминь. На полях Моавицких чужеземка возвращается в Израиль. Земля, которую она не знала доселе. Язык абсолютно новый, что-то родственное с Иосифом. И она приходит в землю Израилеву, переживши потерю своего мужа, переживши потерю своего свекра, переживши потерю... Короче, сами разберитесь, какое это там семейное дерево. Непросто. И вот эти тяжелые времена могли сломить ее, а у нее приятность на устах. Она заходит на поле Ваоза, не требуя к себе внимания. Она отвечает в кротости. Она реагирует на все смиренно. Она не пришла и не сказала, я вдова, я вдовела в молодые годы, вы мне все здесь должны. Она пришла на поле Ваоза в кротости своего сердца. Для нее Бог Израиля пленил ее сердце. Для нее Он стал самым главным. Она пришла успокоиться под его крыльями. Она никому ничего не доказывает. Она пальцами не тыкает, она тон не повышает. Мое личное мнение, никогда Руф не встречал. Я думаю, она была достаточно красивой женщиной. Я не эксперт в женской красоте, но я думаю, она была красивой. Но Ваоза не пленила ее внешняя красота столько, сколько пленила ее внутренняя красота. Она была кроткого, ну нельзя сказать молчаливого, но немногословного духа. И вот эта чужеземка начинает восходить на высоты. Потому что, когда приносится плод духа, тогда мы с вами поднимаемся на высоту. И с этим согласно заявление пророка, который говорит, еще раз, Аввакума 3,18. И тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения. Господь сила, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. А там на высоте, что ожидает нас на высоте? На высоте для нас из камня потечет мед. На высоте для нас из гранитной скалы будут изливаться ручьи Елея. Вы здесь или нет? Давайте перейдем сейчас к книгу Второе послание Коринфянам. Второе, я помогаю кому-нибудь сегодня? Второе послание Коринфянам, 8 глава. Второе, Коринфянам, 8 глава. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Ни одна. Ни одному человеку, ни одной церкви. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям». Кто-нибудь скажи «церквям». Скажи громче «церквям». И мне, как пастору церкви, это очень небезынтересно. Если они что-то могли получить, должно быть и для CFC что-то Господь может дать корпоративно. И для вас, и вашей церкви Господь может что-то излить. Поэтому я читаю очень и очень внимательно. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями». О-о-о. Тяжелые времена. Сложный сезон. Потому что они среди... Слушайте внимательно. Не просто испытания. Дорогие мои, кто из вас согласится, что Библия не страдает красноречием? Ей нет смысла что-то преувеличивать. Слово Божье навеки утверждено на небесах. Поэтому все, что написано, мы должны принимать так, как написано. Не написано, что просто скорби. Но написано, что среди великих скорбей. Ни одной. Среди великого испытания скорбями. Что происходит? Среди великого испытания скорбями не один человек в церкви македонской. Ни одна церковь в Македонии. Но церкви македонские среди великого испытания скорбями преизобилуют чем? А радость это что? А радость это плод Духа, что дает мне заключить. Когда пришло тяжелое время, они понимали, нам надо, не только в индивидуальном порядке, нам надо всем вместе подняться на высоту. Там на высоте из камня потечет мед. Там на высоте из гранитной скалы польются реки Елея. Поэтому в это тяжелое время нам надо вооружиться близостью с третьей личностью Божества. Индивидуально и на уровне всей церкви. Вот почему по мере того, как испытания скорбями становились все сложнее и сложнее, они преизобиловали радостью. Я говорил на первом собрании, в обществе нас окружающим, доктора могли бы им приписать что-то. Они бы могли сказать, что они из ума выжившие, потому что это неадекватная реакция. Но это очень адекватная реакция, когда ты знаешь своего Бога, когда я знаю своего Бога. И даже если смоковница не расцветает, и виноградная лоза не дает никакого плода, и нету рогатого скота в стойлах, и тогда я принимаю решение ходить в тесном общении с третьей личностью Божества, потому что в результате моей интимности с Духом Святым плод будет принесен. А когда плод будет принесен, я взойду на свою высоту, и там на высоте мой камень будет изливать мед. Там на высоте моя гранитная скала будет изливать потоки елея.